Далевский вуз В университете, как мы считаем, это главнейший вуз для республики, потому что мы готовим специалистов, инженеров по тем специальностям, по тем направлениям, которые у нас являются важными в нашей республике, которые необходимы для выполнения программы 2023. Предпосылки для этого есть. Очень мощный у нас кадровый состав. У нас в университете преподают 61 доктор-наук-профессор, 280 кандидатов наук-доцентов. Также, кроме выпускающих магистратур, у нас есть аспирантура, где у нас обучаются и готовят диссертации к защите по 28 специальностям, и докторантура, где выпускаются и готовятся докторские диссертации. За многолетнюю историю нашего существования наш вуз был главнейшим донором для таких известных предприятий машиностроительного металлического профиля. Луганский тепловоз, литейно-механический завод, завод прокатных волков, Лутугина, ЗАО «Сталь», ЗАО «Лоргцентракуз». Ну, я бы сказал, для всех, то есть весь спектр предприятий машиностроительных производств мы готовим специалистов. Также, как я говорил, есть экономическое направление, есть и юридическое направление, есть и гуманитарное направление. Вуз носит имя Даля, Владимира Ивановича Даля, который всегда гордился тем, что родился в Луганске и подписывал свои рассказы. Казак Луганский, как традиции далевские чтятся здесь. У нас проводятся такие конференции, как далевские чтения. У нас выпускаются сборники научных трудов, посвященные работе нашего известного ученого. Пример привести Фисенко Юрий Павлович, заведующий кафедрой журналистики. У него докторская диссертация была по деятельности Владимира Ивановича Даля. Владимир Иванович Даля известен во всем мире, не только у нас, а во всей России. Поэтому мы очень гордимся и счастье несем имя Даля. Я знаю, что активно в республике реализуется гуманитарная программа. Университет активно участвует в ней. Какими условиями обеспечиваются ребята, которые приезжают сюда учиться с подконтрольных Киеву территорий, есть ли возможность обеспечить их общежитиями, помочь им с налаживанием быта. Самыми важными условиями, я считаю, это бесплатное обучение, а также бесплатное проживание в общежитии. При этом полностью это идет за счет университета. Мы обеспечиваем хорошие условия для ребят. Также для того, чтобы обучение у них было более удобно, у нас есть специальные центры дистанционного обучения. Вы понимаете, что за счет того, что люди иногда находятся на той стороне, им затруднительно получать материалы для обучения. Этот центр дистанционного обучения предполагает достаточно распространенную и углубленную базу данных знаний по каждой дисциплине, по каждой специальности. Туда входят различные методические указания, конспекты лекций, методические к лабораторным работам, к семинарским занятиям, к практическим занятиям, к различным контролям с бурсовым и дипломным проектированием, для прохождения тестовых заданий. То есть таким образом мы стараемся сделать их обучение максимально удобным и максимально эффективным. Можно проводить вступительные экзамены, даже, допустим, если будем затруднительно прибыть для того, чтобы сдать экзамены, этой формой мы также активно пользуемся. Тем самым мы пытаемся объединить наши усилия для того, чтобы представители как с той стороны, так и наши представители совместно проводили различные мероприятия, и тем самым шла определенная интеграция. Андрей Иванович, расскажите, пожалуйста, об особенностях вступительной кампании 2018. Появятся ли новые направления, новые специальности? Чем будет отличаться вступительная кампания этого года, скажем, от прошлого или позапрошлого? Наш УЛИС готовит по 49 направлениям подготовки бакалавров, и это суммарно 69 специальностей. 5 направлений специалитета и 47 направлений магистатуры. У нас открываются две новые магистатуры, менеджмент таможенного контроля и налогообложения. У нас открывается новая специальность для фармации. Фармацевтические приборы по просьбе нашего Министерства промышленности как раз в рамках 2023, в связи с тем, что у нас есть два фармакологические предприятия в Луганске, соответственно, требуется обновление кадров инженеров первых чей. То, что касается поступления граждан с территории, которые находятся временно под контролем Украины, назовем это так, то они имеют право подавать документы, согласно правилам приема, дистанционно. Они имеют право дистанционно сдавать вступительные экзамены. А какие специальности наиболее востребованы? Я знаю, что университет готовит и политологов, и юристов. То есть спектр очень широкий, наряду с техническими специальностями, которые когда-то были основными и сейчас остаются, появились специальности гуманитарной направленности. Вот я знаю, что политологи сегодня очень востребованы. В связи с тем, что банковская система рано или поздно у нас разовьется, соответственно, люди смотрят будущее. Молодежь стала активной и политизированной, соответственно, международные отношения и политология. Военных журналистов, насколько я помню, в прошлом году мы выпустили одного военного журналиста. Статус Луганского университетной медали он не уродит, и с честь его принесет по своей жизни журналиста в будущее. Как работают военные кафедры? Могут ли ребята потом, скажем, продолжить службу в народной милиции, ЛНР, закончив военную кафедру? Что вообще дает эта кафедра? Как строится там обучение? Я хочу сказать, что у нас начинают они обучаться на третьем курсе. По окончанию четвертого курса они получают у нас сержантское звание. После этого еще два года параллельно участвуют на какой-то магистрской подготовке. Они получают военную специальность. Направление у нас сейчас это артиллерия. Получают они у нас звание после двух лет магистратуры лейтенанта. И этот выпуск был у нас 102 человека в этом году. Получают они звание. Идут дальше работать и в народную милицию, идут дальше работать и в МВД, и в полицию, ну, в силовые структуры. 30% выпускников, это у нас женский пол, то есть девушки тоже получают звание и продолжают уже работать в качестве кадровых военных. И мы будем продолжать обучение и будем развивать эту кафедру. Планируется, может, там в будущем еще открыть военные, то есть направления, другие подготовки, кроме артиллерии, там может еще быть топография. У нас сильная военная кафедра с кадровым составом, с опытными военными. Поэтому мы, как говорится, тоже, я очень рад, что в республике одним из первых, так я думаю, выпускаем, не из первых, а из лучших наших, как говорится, курсантов и кадровых военных. Я знаю, что на протяжении нескольких лет вузы ЛНР выдавали двойные дипломы. Те студенты, те выпускники, которые хотели иметь двойной диплом, говорили об этом и сдавали еще экзамен, защищали работу в соответствии с российскими стандартами. Но, кроме того, и так переход на российские стандарты уже произошел, и вузы, и школы работают по российским стандартам. С какими вузами, и есть ли вообще соглашение о сотрудничестве, с какими конкретно вузами, и вот в этом году будут ли выдаваться двойные дипломы? Это Южный федеральный университет, Донской технический университет, Воронеж, там Белгород, есть такие вузы. Есть лежащие российские вузы, я вас поняла. Те желающие, которые хотят получить двойной диплом, там отказа не получают. Приезжают туда, там пишет он заявление, предоставляет работу и защищает, там никаких проблем не бывает. Юрий Иванович, что бы Вы хотели пожелать, посоветовать ребятам, абитуриентам, которые придут в этом году на первый курс в Дальневский университет? Ну, я хотел бы тем ребятам, те, которые придут сюда, могу сказать сразу, они не ошиблись. Мы самый старый вуз Луганщины, мы самый опытный вуз Луганщины, и у нас готовят специалистов, необходимых для республики. Пожелать успешной сдачи вступительных экзаменов, благополучного обучения. Все шесть лет, которые будет ребенок у нас находиться, он получит здесь не только знания, то есть весь тот спектр, который необходим молодому человеку для развития, у нас все здесь существует. Спасибо большое, Реван. Реван.